Служители музея Мадам Тюсо, пожалуй, единственные смертные, кто может позволить себе такую неслыханную вольность трогать руками саму королеву. Впрочем, им простительно. Надо же к историческому дню обновить наряд монаршей особы. Мы отмечаем эту дату, представляя это прекрасное платье, расшитое тысячами кристаллов Сваровски. На то, чтобы прикрепить их, было потрачено 150 часов. Но все эти кристаллы Сваровски меркнут на фоне главного бриллианта британской короны. Елизавета II, бабушка всея Великобритании, вольная императрица и владычица морская. Пожалуй, главный символ и хранитель традиций увядающих европейских монархий. Уж сколько их отреклось от престолов, отказалась от власти, став лишь милыми светскими персонажами. Но этот бастион стоит неприступно на Туманном Альбионе уже 63 года, 7 месяцев и 2 дня. Она заняла престол 6 февраля 1952 года, в день смерти отца Георга VI. Правда, в качестве регента. А вот коронация состоялась 2 июня того же года. За годы ее правления в самой Британии сменились 12 премьер-министров, в США 13 президентов, лидеры Европы и генсеки СССР. Самого Советского Союза уже нет. В Европе успели поменять границы, возвести, разрушить разделяющие стены, поменялись политические карты Азии и Африки. А она все так же остается ее величеством. Даже американцы, некогда воевавшие за независимость от британской короны, неравнодушны к Елизавете II. В 2012 году 82% опрошенных говорили, что им нравится королева, а 13% и вовсе ратовали за наличие монаршей семьи в самой Америке. Впрочем, это можно понять. Политики приходят и уходят. Республиканцы воюют с демократами, конгресс с Белым домом. И на фоне всего этого она, вся в белом, безупречная, статная, стильная. И список комплиментов может быть безграничен. Кстати, по подсчетам экономистов, королевская семья как бренд стоит почти 88 миллиардов долларов. И это заслуга Елизаветы II. Если посмотреть на монархию как на бизнес, то надо оценивать, будет ли преемник принц Чарльз столь же успешен в роли главы компании, как Елизавета II. Он не так любим, как королева. Но если взглянуть на всю семью, Уильяма, Кейт и их детей, то популярность королевской семьи будет расти. Впрочем, бабушка в Сеябритании, кажется, не собирается на покой. Она по-прежнему сама вузит машины, любит собак и лошадей, скачки, шляпки, цветочные выставки. Она не чужда новых технологий и крепко держит в своих белых перчатках королевскую семью. Так, глядишь, побьют и рекорд императора Австро-Венгрии Франца Иосифа, который правил 68 лет. Всего-то подождать 4 с небольшим годом. Роман Мамонов, Настоящее время, Вашингтон.